Тарифы, вопросы занятости, общая ситуация в регионах, вопросы, которые беспокоят наших соотечественников ежедневно. Способны ли нынешнее правительство, занятое множеством оперативных вопросов, решать задачи стратегически? Этот вопрос был задан президенту во время интервью изданию Егемен Казахстан. Итак, обсудим это с нашим экспертом, с нами на связи Олжас Байдильдинов, член экспертного пула Института парламентаризма. Как вы оцениваете эффективность работы правительства в целом? Да, здравствуйте. Я, во-первых, хочу сказать, что тот уровень изъятий из национального фонда, который мы увидели в конце года, он был антирекордом для Казахстана в тенговом эквиваленте. Я написал об этом аналитику соответствующую. Почти 5,4 триллиона тенге было изъято. При этом Минфин сказал, что те изъятия на 1,3 триллиона тенге, которые были, скажем так, через акции Казахстана и Газа, конвертированные в госбюджет, это не изъятие инвестиций. Я с этим поспорил, привел три тезиса о том, что это не инвестиции. И, безусловно, в долларом эквиваленте, например, эти изъятия из национального фонда были больше только в 2015 году, когда был кризис. Мы помним, там были валютные скачки в странах СНГ, цены на нефть были нестабильные. Были в ковидном году больше изъятия в долларом эквиваленте, но, понятно, это был кризис. И текущая ситуация, когда мы видим, что есть хорошие цены на нефть, мы в этом году добываем порядка 90 миллионов тонн нефти, то есть это довольно хорошие показатели, и при этом у нас антирекорд по изъятиям из национального фонда. Я думаю, что парламент в рамках вот той модели, которую наш глава государства озвучил, сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Я думаю, парламент должен сказать свое слово и все-таки пригласить правительство на вот такой диалог, на дискуссию о том, что же происходит в экономике страны, раз такие колоссальные изъятия у нас есть. Президентам дана откровенная информация о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ. Какие выводы сделаны? Да, безусловно, глава государства признал тот уровень, скажем так, накопленных проблем, которые у нас есть в отрасли. Это износ ТЭЦ, это высокий уровень, скажем так, не то что недоверие, а нестабильные работы, наверное, как мы понимаем, ТЭЦ, сети и так далее. Действительно, у нас по официальным данным 62 года, это средний возраст казахстанской ТЭЦ. Недавно буквально Минэнерго озвучила индикативный план, прогноз, баланс до 2030 года. И в этом балансе, я считаю, что он довольно оптимистичен. Там есть ввод новых мощностей, но при этом дефицит электроэнергии сохраняется, во-первых, и в прогнозе не учитывается выбытие вообще какой-либо станции. То есть все 37 станций, которые у нас есть, они также продолжают работать. Но если подумать, то сейчас им 62 года, к 2030 году это получается, что средний возраст будет 70 лет. Ну, это уже, наверное, там даже такой край. И действительно, та ситуация, когда в инфраструктуру, в энергетику не вкладывали, она вот сейчас дает свои плоды. Ну, безусловно, со стороны правительства, со стороны Минэнерго, МНЭ, Миннацэкономики, необходима такая комплексная работа. Во-первых, для разъяснения гражданам, ну, я, в принципе, это всегда говорю, вы, наверное, слышали, да, разъяснение того, что все-таки та температура, которая есть в наших квартирах, она все-таки довольно высокая. Если у нас в среднем это в районе 25 градусов и выше, может быть, то, например, там Европа, это там уже в районе 18-16 даже градусов встречается. То есть, да, они ходят в куртках дома, ну, это такое условное, да, спят под двумя одеялами. Я вот недавно в Китае был, действительно спал под двумя одеялами, там холодно было. И нужно сказать, что мы, как экономика, не энергоэффективны. Вот для сравнения, это мировые цены, мировые данные, для того, чтобы произвести 1000 долларов в ВВП, в Казахстане тратится энергии в два раза больше, чем в среднем в мире. И в три раза больше, чем, например, в разных странах. То есть, мы, как экономика, как граждане, в целом не энергоэффективны. Вот это нужно понять, и я думаю, что Минэнерго, правительство в целом должно объяснить людям, что вот жить как раньше мы не можем. Это все-таки довольно такое потребительское отношение к нашим ресурсам, к воде. Вот буквально недавно озвучили, что водный кодекс будет разработан в Казахстане. И это комплекс такой, с одной стороны, для работы с населением, с предприятиями по энергоэффективности, а с другой стороны, безусловно, нужны новые мощности. Вот я озвучил, что Казахстану необходимо три атомные станции. По сути, мы сейчас где-то на 10-12% состоим в дефиците, мы импортируем из России. Ну, у Минэнерго очень специфичная позиция, она с точки зрения госорганов, кстати, правильная. Это полуправда. Они говорят, у нас нет дефицита и нет перетоков. У нас есть экспорт и импорт электроэнергии, и он примерно уравновешен. Что это подразумевает? Что когда у нас пик потребления, например, там утром или вечером все возвращаются домой, да, мы в это время импортируем из России. А ночью, когда у нас есть избыток, мы обратно продаем в Россию. Но разница в ценах довольно существенная. Мы импортируем пиковую электроэнергию, которая дорогая, она примерно в полтора раза дороже наших текущих цен внутренних. И продаем довольно такую дешевую. Надо отметить здесь, я всегда это говорю, хорошо, что между нашими странами, между нашими президентами, Косоможимартом Кемельевичем, Владимиром Владимировичем, есть такие партнерские, дружеские взаимоотношения. И Россия продает эту электроэнергию нам. Вот представить, что если бы мы не были в этой энергосистеме, ну, мы где-то 2-3 часа в день всей страной сидели бы с веерными отключениями. И вот этот энергодефицит, согласно данным Минэнерго, он будет ухудшаться. И справедливости ради, все страны Центральной Азии сейчас с этим столкнулись. И рассчитывать, например, на то, что у нас будут какие-то перетоки из южных стран существенные, да, опять-таки это тоже там довольно оптимистично. То есть мы сейчас стоим в таком, скажем так, кольце, где вокруг, там, южнее есть энергодефицит. Ну, понятно, с Китаем мы не связаны по системе. Из России мы можем покупать, но это тоже ситуация там довольно такая, может измениться. Да, вдруг там им объем потребуется. И здесь действительно глава государства неоднократно говорил, что необходимо понимание и вообще энергетической безопасности страны. И я думаю, что вот правительство должно сфокусироваться на этом. Ну что ж, спасибо. Будем надеяться, что здоровая критика и замечания со стороны нашего президента будет правильно воспринято и сделаны соответствующие выводы. Спасибо, вам хорошего дня. Благодарю.